Стадион «Старт», расположенный прямо за МКАДом, местечко привлекательное. Некогда основная поляна теперь как автостоянка используется. Зато новый газончик, залюбуешься. На битву лидера с фаворитом в Риутове пришла поглазеть полная единственная трибуна стадиона «Старт». Но и тульских болельщиков было предостаточно. Тула! 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 Который в первой тайм-игре с новой командой великого и ужасного Александра Кузьмичева попросту разочаровал. Сегодняшняя игра вообще это казус. С первой минуты какая-то была, видать, расслабленность. То ли не доразмялись, я не знаю, как получилось. Так получилось, что прозевали этот гол. Ну, а в целом надо работать над ошибками, вот и все. Мы, как защитники, подводим всю команду. Нападающим приходится больше забивать, чтобы выигрывать. Надо работать. Не успела строчка Риутовского секундомера описать три круга, а Сергей Коровушкин пристреляться полноценно по вражей раме, как Владимир Джубанов отпраздновал взятие тульских ворот. Из ничего не предвещавшего штрафного извлечен максимум. И 1-0 в дебюте лидер ведет в матче с фаворитом. Сразу местные у своей рамы окопались в расчете на контур-выпады. А арсенал повел массированное наступление. К великому сожалению, ударам Надейкина не хватало то точности, то силы. А от Сергея Коровушкина и самих ударов порой не хватало. К великому счастью, у наших ворот раз за разом арсенал прощал Элдерханов, сначала пробивший в кипера, а затем после розыгрыша штрафного от великого и ужасного Александра Кузьмичева, угодивший в защитника, а не стоящие в 10 метрах от него ворота. Пристрелка Шевырева также в первом тайме результаты не дала. Его время наступит во втором. Пока же от отчаяния Виктор Букиевский сам в ворота вместо мяча угодил. Вновь после перерыва мы увидели совершенно иной арсенал, который 8 минут до гола вообще Реутов из штрафной не выпускал. Удары Шайкова и Креулина успеха не принесли, и тогда настал черед Валерия Шевырева, обыгравшегося с Надейкиным и положившего шар в лузу с 20 метров. После чего арсенал праздновал взятие ворот великой лёжкой на Реутовском газоне. А вот главному на сегодня тульскому оружию отличиться не удалось. Чекмарёв в дуэлях с Коровушкиным был непробиваем. Много было моментов, а Сергей Коровушкин тоже, я так думаю, что в каждом матче, если будет он забивать, он бы не играл в второй лиге. Но я желаю, чтобы он в каждом матче забивал и побольше, чтобы он нас выручал. Успехов ему надо было. Мы тоже желаем Коровушкину удачи, которая в матче с Реутовым от него отвернулась. И в очередной раз порадуемся, что так же не фартило Илдарханову. От великого и ужасного Александра Кузьмичёва мы получили лишь разок, и то не точно. От главного судьи один раз не получили пенальти под занавес матча, за что ему наше отдельное болельщицкое спасибо.